В шестом веке Готами правил царь Лувенгельд, ударившийся в ереси Арианскую. Однако сын его, царевич Ерменингельд, разглядел истину арианского зловерия и благодаря испанскому епископу Леандру вернулся в лоно православной церкви. Царь, узнав об этом, был сильно огорчен и всячески, ласками и угрозами пытался отвратить сына от православия и вернуть его к ереси своей. Но Ерменингельд оставался непоколебим в вере, как столб, не придавая никакого значения ни устрашениям отца, ни чему-либо. От этого вскипел в ярости Лувенгельд и приказал он лишить сына всех царских почестей, заковать в цепи по рукам и ногам и бросить его в самую мрачную темницу. Но блаженный царевич, хотя и был юн летами, но стар разумом, пренебрегая земным царстванием, он искал всею душою небесного и, лёжа связанным в темнице, молился всесильному Богу, чтобы он укрепил его в этом страдании. Через время отправил царь к сыну в темницу арианского епископа, чтобы царевич причастился от него, и тогда он будет свободен и снова будет любим отцом. Но Ерменингельд, доблестно овлечив его зловерие, прогнал епископа от себя, не приняв еретического причащения. Тогда, по приказу царя Алувенгельда, царевич прямо в темнице был немедленно усечен мечом. Но удивительное дело, такая твердость сына в вере и мужество его перед смертью заставили царя раскаяться в содеянном, правда, сам он не решился принять православие. Но попросил святого епископа Леандра обратить в истинную веру своего наследника Рихарда. Так святой страстотерпец царевич Ерменингельд своей мученической кончиной прямым образом поспособствовал тому, что в стране его наконец-таки утвердилось истинное православие. 14 ноября. День памяти святого мученика Ерменингельда, царевича Готвского.